Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня с вами последний новогодний разбор в этом году. Целый плейлист со всеми разборами песен и мелодий, касаемо Нового года и зимы, есть на канале. Обязательно его почекайте, посмотрите. Ну а сегодня мы с вами будем разбирать песенку про серебристые снежинки. Как сказано в интернете, это детская песня, поэтому вы можете ее выучить и петь вместе со своими детьми. О, как Дарья придумала. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Покрытый поляной пушистым снежком, стучит Дед Мороз ледяным пассажком. И ветви деревьев блестят, как хрусталь, летают снежинки в ладонях. А жаль. Серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Серебристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Вот сейчас я разбираю эту песню и понимаю, очень гармония. Это похоже на советские песни, поэтому кто уже такой взрослый человек меня смотрит, напишите, так ли это. Потому что очень прям похоже, особенно в припеве. Ну а разбирать мы песню начнем, как всегда, с аккордов. Первый аккорд, аккорд Е-М. Зажимаем первую струну на втором ладу. Далее вторая струна у нас на третьем ладу. И третья струна на четвертом ладу. То есть вот такая вот лесенка. Далее у нас с вами идет аккорд А-М. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. И с этим аккордом есть небольшое исключение, тире лайфхак. В куплете удобнее будет его играть не средним пальцем, как мы привыкли играть, а указательным. Следующий аккорд, аккорд Б-7. Зажимаем Б-Р на втором ладу. Для многих сейчас это тихий ужас. Поэтому на канале целый видос про Б-Р обязательно его посмотрите и возвращайтесь сюда. Зажимаем Б-Р на втором ладу и зажимаем третью струну на третьем ладу. Получается аккорд Б-7. И заключительный аккорд в куплете, аккорд С. Зажимаем просто первую струну на третьем ладу. Это у нас аккорды куплетов. В припеве добавятся два новых аккорда. Аккорд Д. Зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. И аккорд G. Это первая и третья струна у нас на втором аду, а вторая струна на третьем. Давайте теперь полностью соберем аккорды. E, M, A, M, B7, C, D и G. Будьте внимательны, порядок аккордов в куплете и в припеве меняется. Поэтому, чтобы не запутаться, обращайте на это внимание. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести, будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Дальше у нас давайте разберем правую руку, что мы тут будем играть. Играть можно хоть любой перебор, любой бой, который вы умеете играть. Я же эту песню подразумеваю такая более бальсовая, такая более напевная, мелодичная и медленная. Поэтому я взяла следующий рисунок. Я играю четвертую струну. Далее третья, вторая и первая струна у нас играются одновременно щипком. Причем обратите внимание, я не выдираю прям струны. Да, вбок. А так мягенько. И при этом я играю щипок два раза подряд. Получается счет. Раз, два, три. Давайте еще раз. Раз, два, три. Для кого это сложно, можете просто играть удары вниз. Один раз на один аккорд. Два раза или три. То есть в зависимости, как вы хотите звучать. Или вы можете играть так. Покрытый поляный пушистым снежком, стучит мороз ледяным пассажком. Или покрытый поляный пушистым снежком. Можно там четыре раза играть. На вкус все эти карандаши разные. Я буду играть через щипок. То есть. Причем я вот этот первый удар немножко выделяю. Получается. У кого трудности с перебором и щипком, на канале есть целый видосик. Обязательно его посмотрите и возвращайтесь сюда. И эту штуку мы с вами будем играть два раза на один аккорд, кроме аккорда С. Там сыграем аж четыре раза подряд. Ну, давайте попробуем все соединить. То есть покрытый. Смотрите, как правильно вступить, чтобы все успеть отспеть. Я на слог Ры начинаю играть четвертую струну. То есть покрытый поляный. И пошла уже, как видите, новая мелодия. То есть смотрите еще раз. Покрытый поляный пушистым снежком. Ага, давайте обратим внимание. Можете сыграть так, можете сыграть так, как я уже говорила до этого. Нужно будет прирновидеться. Это удобнее. То есть смотрите. Бамс, бамс. И с этого же положения аккорд B7. Чем бы до этого делали. Так, так, так. То есть мы одно лишнее движение убрали вообще. Покрытый поляный пушистым снежком. Стучит Дед Мороз ледяным пасажком. И ветви деревьев блестят, как хрусталь. И тают снежинки в ладонях. Четыре раза аж звучит. Ажжаль. Да, вот на последний аккорд B7 вы можете сыграть просто удар вниз. Такой мягенький. Ажаль. И вот этот вот удар вниз очень красиво будет подчеркивать текст данной песни. То есть тут рассказывается про снег. Так все хорошо серебристо кружится. Но когда в ладони мы берем снежинки, эти тают беды, несчастные. И это очень жалко. Прямо охота плакать. Вот. Поэтому вы играете. И тают снежинки в ладонях. Ажаль. Можете прям тут вот посидеть, немножечко подумать. Конечно, вы можете сыграть эту песню и через шестерку. Вот тогда она у вас будет звучать не как вальсы какая-то песня на пивно-душевно, а вот все под шестерку. Покрытый поляной пушистым снежком стучит мороз динным стружком. Какая-то такая дворовая армейская песня. Давайте дальше посмотрим припев. Припевом вы можете также сохранить вот этот вот щепочек. Типа серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Можете сыграть так, можете добавить бой троечка. Причем тут разные вариации подойдут у него. Когда мы играем раз-и-два-и, раз-и-два-и. Давайте чуть медленнее. Раз-и-два-и, раз-и-два-и. То есть первую и я пропускаю. Раз-и-два-и, раз-и-два-и. И тут можно сыграть вообще разные вариации этого боя. То есть сохраняется ритм. Можете играть, например, просто три удара вниз. Получается раз-и-два-и, раз-и-два-и. Можете играть, как я играла, раз-и-два-и, раз-и-два-и. То есть последний удар идет наверх. Или третий вариант. Поменять местами эти два удара, конечно. То есть сыграть вниз, вверх-вниз. То есть получается раз-и-два-и, раз-и-два-и. Немножечко такой неординарный бой, поэтому его нужно будет все-таки отдельно играть. Если не хотите заморачиваться, учить что-то новое, берите первые два варианта. И любой из этого варианта боя мы будем играть один раз на один аккорд. И давайте посмотрим, как это будет звучать. Вот эти последние три аккорда, прям типичная схемка. А, М, Б, С, М, Е, Э. И лучше их выделить прям отдельными ударами вниз. То есть вы до этого играли. Только жалестник в доме тает, ему тепло нельзя. Красиво, красиво. Можете играть сухой такой удар вниз, типа... Сказал, как отрезал. Можете сыграть помягче. Тоже красивенько звучит. Далее у нас с вами идет второй куплет-припев, третий куплет-припев. И аналогичным образом будем играть. То есть куплеты мы играем через щепочек, типа... Раз, два, три. Раз, два, три. А припевы мы играем... Неким боем. Поэтому я не вижу смысла это еще отдельно проговаривать. Лучше давайте сразу от начала до конца соберем всю песню полностью. Покрытой поляной пушистым снежком стучит Дед Мороз ледяным пассажком. И ветви деревьев блестят, как хрусталь. И тают снежинки в ладонях. А жаль. Серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Серебристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. Но я не печалюсь, и я не грущу. Снежинки я вас дать в дом не пущу. К вам выйду навстречу, и в вальсе кружась. Пусть лягут на плечи снежинки. Искрясь. Серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Серебристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. Своим волшебством в новогоднюю ночь, наверное, сумеют снежинкам помочь. И к звездам в ночи улетят они ввысь, и в млечном пути их продолжится жизнь. Серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Смеребристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег в доме тает, и ему в тепло нельзя. Какая красивая душевная песня. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. И почекайте по тайм-коду, я там все подписала, расписала. Если тебе понравился видос, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию, или музыкальную тему мне рассказать. Также не забудьте написать, чем вы будете заниматься на этих новогодних каникулах. Ну а я отдельно хочу благодарить всех ребят, которые поддержат меня финансово на Бусти. Вот они. Спасибо им огромное за это. За меня они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Да, я не особо-то выгляжу по новогоднее, скорее более гавайская, но все же шапочка-шапочка, значит Новый год. Она меня по-прежнему зовут Дарья.